Онлайн-дискуссия, гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на предприятиях. Оповещение сотрудников об опасностях, возникающих при военных конфликтах или чрезвычайных ситуациях. Андрей Иванович, вчера у нас произошло ЧАЭС в нашем офисе. Нештатная ситуация. Да, назовем нештатной ситуацией. Конечно, для нас, в основном, для офисных сотрудников это какие-то возгорания или задымления. В данном случае было задымление, горячая вода куда-то потекла на проводку, где-то в перекрытиях или в потолке. Замкнуло где-то. Да, замкнуло дым, соответственно, всех сотрудников эвакуировали. Так вот, как же правильно оповещать сотрудников при возникающих чрезвычайных ситуациях, как природного и техногенного характера, так и других, которые могут случиться в нашей, к сожалению... Возможных военных конфликтах, потому что обстановка неспокойная, сами знаете, в любой момент, ну и сейчас так называемая структура Украины вооружается, поэтому есть возможность, что они могут достать до любой территории нашей страны. Поэтому, конечно, мы с вами должны знать, как действовать, что такие за сигналы ГО или гражданское оборудование, как действовать по данным сигналам работникам организации, ну и населения, конечно, страны. Поэтому давайте начнем с определения, да, что же такое оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Это доведение до населения всех категорий, от руководителей до неработающего населения, либо сигнала оповещения, либо определенной экстренной информации об опасности, которая возникает, опять же, при угрозе возникновения, возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, при ведении военных действий, следствия этих действий. Ну и также правила поведения населения, необходимости проведения мероприятий по его защите. Приказом МЧС Российской Федерации, Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций в 2020 году были утверждены положения о системах оповещения населения. То есть в нашей стране создаются определенные структуры, да, элементы. Это система оповещения населения. Вот такие системы создаются на трех уровнях функционирования единой государственной системы предупреждения о ликвидации чрезвычайной ситуации. То есть на региональном уровне это региональная автоматизированная система централизованного оповещения, то есть в каждом субъекте. На муниципальном уровне это муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения. И на объектовом уровне, вот у федерального законодательства, это локальные системы оповещения. И 177-м постановлением правительства страны прописан порядок доведения информации населению в случае возникновения нештатной ситуации. То есть какая информация доводится, то есть не только сам факт возникновения ЧАЭС и складывающаяся при этом обстановка, но и опасности, которые могут быть связаны с возникновением ЧАЭС, то есть куда будет распространяться условно зона возможного химического заражения, радиоактивного загрязнения местности, зона катастрофического затопления, ну и так далее. Как себя вести в этой ситуации, то есть прописывается порядок действия, они же население не знает, поэтому им опять же в краткой форме необходимо об этом довести. Какие меры принимают руководители территорий, либо специальных структур МЧС, или объектов Министерства обороны, или службы безопасности, ну и так далее, вводятся, либо отменяются, может быть, на данных территориях какие-то ограничительные мероприятия, такие как комендантский час, там и так далее еще. И обязательно необходимо доводить номера телефонов горячей линией, по которым что? Те, кто пострадал или находится в зоне возможной угрозы возникновения ЧАЭС, может уточнить соответствующую определенную информацию, да, куда и как эвакуироваться, или где можно укрыться, да, или так далее, то есть какой-то выполнить способ защиты. Так вот, обращаю ваше внимание, коллеги, вот этот приказ МЧС и Министерства цифрового развития и массовой коммуникации Российской Федерации, номер 578, дробь 365, он, именно он определяет порядок передачи сигналов оповещения и экстренной информации. И обращаю ваше внимание, что передача сигнала или сигналов оповещения экстренной информации населения осуществляется подачей сигнала «Внимание всем». То есть сигнал, он существует только один. Сигнал «Внимание всем». Как он подается, этот сигнал? Путем включения сетей электрических, электрических, электронных сирен, мощных акустических систем. И этот сигнал длится до трех минут. Затем уже с последующей передачей по сетям связи, в том числе с сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные, телевизионные передающие станции операторов связи, передается информация. Опять же таки, не более пяти минут, а если используется сеть подвижной радиотелефонной связи, вот наши мобильные телефоны, то сообщение объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки припинания. То есть еще раз, да, завылись сирены в городе, в области, означает, что что-то произошло, что-то случилось, да, либо это, возможно, опять же, какие-то мероприятия, связанные с войсковой операцией, то есть локальный конфликт, то есть возможность угрозы нанесения противника высокоточного, применения высокоточного оружия, нанесения какого-то точного удара по объектам экономики страны. Либо случилась чрезвычайная ситуация в мирное время природного техногенного характера, либо авария на каком-то крупном предприятии, либо, опять же, что касается стихийных бедствий, это землетрясение, наводнение и так далее. То есть услышали сигнал, значит, что-то произошло, завыли сирены в городе, что-то произошло. Значит, однозначно, через несколько секунд нам будет передаваться какая-то информация, как себя вести в случае воздушной тревоги, отбоя воздушной тревоги, радиационной опасности, химической тревоги и так далее. То есть сигнал, он один. Внимание всем. Как он передается, прописано вот в этом приказе. Значит, коллеги, обращаю ваше внимание на локальные системы оповещения. Это касается федерального уровня. Где они создаются, эти локальные системы? В каком нормативном документе это прописано? В порядок их создания. 28-й федеральный закон о гражданской обороне. Статья 9. Обязанности организации в области гражданской обороны. Где прописано, что локальные системы оповещения создаются в организациях, эксплуатирующие объекты 1-го, 2-го класса опасности. А класс и категория прописываются в 116-м федеральным законом. Особо радиационные опасные, ядерные опасные производства объекты. А их категории прописываются приказом Ростехнадзора номер 405. Плюс к этому, последствия аварии на них обязательно, однозначно могут причинить вред жизни, здоровью населения, который проживает. Или осуществляет свою хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов, располагающихся поблизости от данных категорий. Ну и конечно гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности. И гидротехнические сооружения высокой опасности. Ну а их категория определяется 986-м постановлением правительства Российской Федерации. Поэтому отдельно в данных организациях, где создаются локальные системы, устанавливаются определенные технические средства в оповещении. Достаточно мощные. Это электросиренное оборудование мощностью до 90 дБ и по периметру ГГС, громкоговорящая связь. Почему? Да потому что все будет зависеть от масштабов ЧАЭС. Масштабы локальные, то есть масштабы остались внутри данной организации. Значит подключаться будут что? Внутренняя часть, внутренние здания, сооружения, строения. Оповещать будут только те, кто находится внутри данного объекта. То есть идет локальное избирательное подключение для работников организации. Если же масштабы ЧАЭС выходят за пределы ограждения, то подключаются свои соответствующие радиусы. Эти радиусы прописаны в 177-м постановлении правительства Российской Федерации. Рядом с радиационно опасными объектами радиус 5 километров. С химическими опасными объектами 2,5 километра. И гидротехнические сооружения радиус до 6 километров. Поэтому соответственно те объекты, те категории граждан, неработающее население, которое попадает вот в эти радиусы, за них кто ответственный при оповещении? Руководитель данных опасных производственных объектов. То есть они отвечают за оповещение соответствующей категории. То есть они отвечают за оповещение населения, проживающего в зонах действия, вот эти 2,5-5,6 километров. Они отвечают за оповещение руководителей дежурных служб организации, которые также располагаются в зонах вот этого действия, локальной системы оповещения. Ну и конечно своих работников то же самое они обязаны оповестить, ну и конечно посетителей. Это тоже прописывается в 178-м постановлении правительства Российской Федерации. Единственный нюанс, коллеги, обращаю ваше внимание на региональные нормативные документы, в которых могут отдельно прописываться порядок создания региональных систем оповещения. Вот я на примере города Москвы, да, у нас в Москве по становлению правительства города 795-е прописано, что помимо локальных систем оповещения еще должны создаваться отдельные объектовые системы. Где они создаются? Они создаются также во всех организациях, учреждениях, предприятиях. С одномоментным нахождением людей, включая работников, от 50 и более. А объекты социально важные, объекты жизнеобеспечения, вне зависимости от одномоментного нахождения людей. Да даже 10 человек, если они в эту категорию попадают, они обязаны создать отдельную объектовую систему. А в чем разница объектовая от локальной? Ну мы с вами уже разобрали. Локальная, в случае масштабная ЧАЭС отвечает за свой радиус, кто рядом находится, 2,5-5,6, а объектовая только за тех, кто находится внутри. Вот это самое главное различие. И опять же такие, уважаемые коллеги, которые находятся в регионах других, да, субъектах страны, обращаю ваше внимание, при планировании мероприятий оповещения уточните свои региональные документы. Если издан такой документ отдельный, его необходимо учитывать, как вот мы учитываем непосредственно организации города Москвы. И тогда основная задача объектовой системы это вовремя довести сигнал, экстренную информацию до руководства, работников и посетителей. Собственники объектов несут персональную ответственность за создание, поддержание в готовность использования этой объектовой системы. И все организации, которые имеют объектовые системы, самостоятельно разрабатывают инструкцию по организации оповещения. Эта инструкция утверждается руководителем в произвольной форме. То есть нет рекомендации или ГОСТа, где структура этой инструкции нет в произвольной форме. Самое главное, чтобы руководитель эту инструкцию что? Утвердил. Утвердил, соответственно, чтобы она работала. И тогда они обязательно прописывают обязанности для того, чтобы оповестить своих работников, посетителей. Плюс к этому, во время курсового обучения, опять же, возвращаемся к первому вопросу. Одна из тем касается, как действовать работнику по сигналу оповещения. Внимание всем. Ну и информации в случае военной опасности, опять же, извините, воздушной тревоги, отбоя воздушной тревоги, химического заражения, радиоактивного загрязнения и так далее. То есть этот порядок определен, во время курсового обучения все это доводится. Ну а на тренировках штабных и объектовых работники организации должны уметь действовать. Случилось возгорание, сработала система СОЭ, да? И по динамикам, которые располагаются на этажах, да? Уже должна транслироваться определенная речевая информация, что в организации случился пожар. Всем работникам необходимо эвакуироваться через запасные выходы в безопасный район, который располагается на 100-150 метров удаления от вашей организации. Все работники знают, знают куда, когда, зачем, почему и что с собой брать. Вот, соответственно, самая главная, самая основная задача. А сигнал оповещения, да, еще раз, он один. Сигнал внимания всем. Война, не война. Для того, чтобы привлечь внимание населения, подается сигнал внимания всем, используя электросиренное оборудование, могут также привлекаться гудки крупных промышленных предприятий, гудки транспорта, для того, чтобы привлечь, что что-то произошло, либо в городе крупном, либо в стране. Субтитры создавал DimaTorzok